Дорогие друзья, ваше святейшество, сегодня мы открываем величественный мемориальный комплекс в честь защитников земли русской. Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромил иноземных захватчиков. Отстояли Новгород и Псков, а по сути всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России. В этом году мы отмечаем 800-летие со дня рождения Александра Невского. Искренне глубокая любовь нашего народа к нему передаётся из поколения в поколение. Его чтут как правителя всем сердцем родевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата. И, безусловно, как хранителя веры и традиции родного края, родного народа, его духовной, нравственной силы. Он жил в сложнейший период Отечественной истории, когда угроза исчезновения, именно исчезновения, утраты нашей государственности могла стать трагической реальностью. Почти все княжества в Древней Руси пережили разрушительное ордынское нашествие. А новгородские и псковские земли стремились подчинить себе уже западные соседи. На борьбу с этим, по сути, последним рубежом Отечества, могуче, неприступно и встал Александр Невский со своими ратниками. Они сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов из Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта победа стала решающей. Оставила, остановила наступление врагов и показала всем, на Западе и на Востоке, что силы Руси не сломлены. И есть люди на земле русской, готовые, не щадя себя, за неё бороться. Александру Невскому, блестящему полководцу, неотступному защитнику Руси, было тогда чуть больше 20 лет. Да и вся его дружина в основном тоже такие же, как он, совсем молодые люди. Мы видим здесь, на мемориале, образы этих мужественных юных ратников, вставших на доспеки побеждённых врагов. История не сохранила портреты, портретные изображения княжеских дружинников. И по замуслу скульптора, насколько мы это понимаем, их образы собирательные. Здесь мы видим и лица десантников, легендарные 6-й роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь, в почётном карауле. Ничто не может разорвать священную связь времён и поколений. Дорогие друзья, масштаб личности Александра Невского поистине грандиозный. А его жизненный путь сложный и многотрудный. Это был путь выбора, который он всегда делал в интересах сохранения самобытности и духовных основ русского народа. Во имя родной Руси, во имя будущего нашего государства. Ради неё Александр Невский совершил подвиги. И не только как воин на полях сражений, но и как искусный дипломат и мудрый государственный деятель, мудрый государственный правитель. Он взял на себя тяжёлую ответственность, проявил уникальную дальновидность и волю. И сделал всё, чтобы Русь окрепла, смогла сберечь, сохранить, продолжить традицию древнерусской государственности. Суть его подвигов отражена в словах Михаила Ломоносова, выбитых на гробнице Александра Невского, укоротившему варвар стал на востоке, низложившему зависть на западе. А наследним его стало созданное потомками сильное, централизованное российское государство, где народ осознал себя единым целым и сохранил на века память об Александре Невском. Его подвиги были и остаются для нас нравственной, духовной опорой, примером всепобеждающего патриотизма. Открытие мемориального комплекса князь Александр Невский с дружиной – ещё одно подтверждение глубокого уважения нашего народа к защитникам Родины. Искренне благодарю инициатора его создания, председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона. Всех, кто принимал участие в проектировании и создании этого монумента. Российское военно-историческое общество, Министерство обороны, органы власти Псковской области и Игдовского района. Особое спасибо, особые слова благодарности скульптору Виталию Дмитриевичу Шанову за талантливое воплощение героических образов воинов-защитников. Знаю, что землям здесь, на Самолве, рядом с монументом, планируется придать статус поля ратной славы. Благоустройство этой территории и близжижащих деревень вносят в свой вклад волонтёры из 30 регионов нашей страны, в том числе, конечно же, из Пскова. Эта работа будет продолжена. Разумеется, и государство усилить свои труды для того, чтобы увеличить свои труды для того, чтобы эта земля была в достойном состоянии. Я вот губернатору сейчас говорил, в ближайшее время примем дополнительные решения по этим направлениям. Я желаю успеха всем участникам этого проекта, ребятам студенческих отрядов Движения волонтёра культуры. Дорогие друзья, несмотря на разделяющие нас столетия, образ Александра Невского воспринимается как близкий и понятный, сопровождает и хранит Россию, поддерживает, вдохновляет наш народ и в судьбоносные периоды испытаний и в мирное время. И уверен, навсегда, на века останется великим примером служения Отечеству. Благодарю вас за внимание. Как обстоит дело с развитием транспортной института? Этот год будет такой юбилейный в этом отношении. Мы ввели с МЦК, который выводили наземное метро плюс подземное метро, всего 90 станций ввели за эти годы. В этом году добавится еще 10, и до конца года это будет 100 новых станций метро. То есть это, ну, темпы, таких не было даже в советское время. Это очень серьезная большая работа. Что очень важно, вот вы правильно отметили о втором кольце, это большое кольцо метро, БКЛ, вот это МЦК, которое мы вводили, а вот это чуть ниже смещенное подземное уже кольцо, полноценное подземное кольцо метрополитена, мы треть из него ввели уже. Треть, это западное направление, юго-западное, южное направление, вот этот большой участок ведем в этом году. Это будет, значит, две трети, две трети большого кольца уже будет построено. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...